ну что ж всем привет сегодня как я и планировал начну цикл обзоров объявлений объектов недвижимости на ресурсе авито как они выглядят и соответственно это будет происходить на примере наших квартир которые мы продаем так но сегодня я возьму за основу нашу квартиру трехкомнатную за 9 200 который мы разместили три дня назад помимо авито мы еще разместили ее более чем на 50 ресурсах но будем рассматривать на примере авито очень любят частные лица для того чтобы привлекать внимание к своим квартирам ну и компании тоже естественно на нем размещают объявления и так у нас за три дня 183 просмотра статистика 20 отложила в понравившиеся и соответственно у нас идет это по автозагрузке и так вот выглядит как наше объявление у нас есть заглавная фотография на которой у нас обозначена планировка квартиры так как квартиру у нас не мебелирована она совершенно пустая мы поставили на заглавную фотографию фото дома также у нас есть адрес где находится этот объект недвижимости есть у нас планировка квартиры которая прорисована нами и дает понимание о площадях квартиры есть ее визуализация в самом доме и по сторонам света ну и фотографии выполнены на профессиональный фотоаппарат canon 80d с широкоугольным объективом с размерением кадра 3 к 2 сторон помимо всего прочего мы можем этот объект недвижимости показать онлайн о чем мы отобразили на своем сайте информацию ну и соответственно описание объекта недвижимости плюсы объекта нахождение его относительно этажности и год постройки дома также в текстом в блоке мы указали площадь квартиры чтобы люди которые более текстуальные до которые информацию воспринимаются текст и могли тоже ознакомиться с площадями квартиры описание при домовой территории плюсов того что рядом находится транспортная доступность условия продажи также мы готовы помочь покупателям если они работают самостоятельно при помощи получить кредитное решение чтобы они могли приобрести нашу квартиру также призыв к действию звоните записывайтесь на просмотр и так мы четко следуем тому что просит у нас данный рекламный ресурс также отгружая объявления на другие ресурсы мы учитываем и их требования для того чтобы она смотрелась корректно у нас есть с вами конкуренты да вам может быть интересно соответственно это что-то похожее на наши объекты нам подобрал ресурс авито ну давайте посмотрим вот квартира у нас за 12 миллионов заглавной фотографии у нас выставлена планировка квартиры наверное это сайт временно недоступен отлично даже не перейти на данную квартиру хотя нет вот на вот она у нас появилась я здесь вижу кто его продает агентство продает нечастное лицо я скрою на видеозаписи данные компании потому что наверное это будет не очень корректно но посмотрим внимательно на их объявление ну во первых планировка сделана на самом деле у бога у меня нет других слов она разум это не четкая видно что откуда от скринили и в общем то она вызывает чувствовать тяп-ляпости какой-то на данного агента который делал до квартиры как у нас пустая но у нас правда есть обои линолеум еще на полу здесь как бы с черновой отделкой но сам факт есть фотография комнаты что за комната с какого ракурса сфотографировали ее объем вообще непонятен просто фотография сделана наобум и скорее всего даже агент не выезжал на квартиру это наверное собственник по просьбе агента предоставил ему имеющуюся фотографию а их всего как мы видим две вот очередная фотография не дающая никакого понимания что это за квартира трехкомнатной фотографии две две фотографии в трехкомнатной квартире плюс кривой план браво 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 компании который занимается данным объектом недвижимости очень хорошо подошли в кавычках с точки зрения подготовки к рекламе этого объекта ну что же просмотр тем не менее есть дальше у нас здесь описание технических характеристик объекта недвижимости это в общем то автоматически на сайте добивается что же у нас гений копирает агент который наверное обладает большущим опытом он наверное влюблен в этот объект он видит его все положительные стороны и готов его за такие деньги за 12 миллионов предлагать потенциальным покупателям и что же он отобразил в объявлении на что хватило его безусловно не льва толстого талантов в продаже просторная комната отлично по фотографиям мы нифига не видели насколько она просторная район сразу этой инфраструктуры это заслуга не квартиры на территории дома есть школы детский сад где я должен это увидеть но можно было бы хотя бы сфотографировать куда выходят окна чтобы можно было понимать как это относительно моей будущей которую я хотел бы купить квартиры выглядит ипотека возможно отлично возможно но может быть и невозможно и уточнить актуальность какую к чертям собачьим уточнить актуальность чего того что есть детский дом детский сад школа или актуальность того что объявление еще имеет место быть но если она не актуальна вы его должны снять просто снять с ресурсов и все я не хочу уточнить актуальность им зачем этот призыв чертовски глупый и ненужный на мой взгляд ну в общем то вот и все вот и весь хрен дарить к по квартире за 12 миллионов общей площадью 85 квадратных метров которая блещет только тем что она очень просторная но показать этого не можем это что во дворе есть детские сады и школы браво браво гениально отлично ну и для примера посмотрим следующую квартиру которая находится так сказать в нашей конкурентной среде опять наше объявление с каким удовольствием смотрю на наше объявление но вот здесь квартира трехкомнатная поинтереснее уже есть фотография хотя бы не как в предыдущем непонятно отработанная планировка но здесь опять же как подходили к настройкам камеры непонятно но учитывая что все сделано криво мы видим с вами что фотография и выглядит обрезанной куцей дом причем зима попрошу заметить у нас сейчас вот снимаю я видео апрель 22 число а у нас здесь лежит снег нету в санкт-петербурге снега нету он уже растаял вчера вроде какой-то снег немножечко шел в рамках склоны но он растаял его нету говорит ни о чем это о том что квартиру продают очень долго это тоже продает агентство но слава богу здесь еще есть фотография агента вскрою приятная милая девушка но такое ощущение взяты из интернета фотография ресурс позволяет разместить до 40 фотографий что мы с вами наблюдаем мы наблюдаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять четырнадцать целых фотографиях хотя можно было сделать побольше давайте попробуем рассмотреть каждую это общий вид дома главная фотография ничего не говорящая зимняя следующий кадр откуда сделан надеюсь из окон этой квартиры но уже летом то есть готовились к продаже летом у нас апрель напомню у нас еще нету зелени здесь готовились продажи летом начали какую-то подготовку зимой и в итоге вот мы осенью весной наблюдаем следующую картинку но к производству подготовки планировки квартиры вообще человек не не подходил серьезно тупо щелкнул он даже не отсканировал не выделил где эта квартира просто щелкнул технический план и думает как охрененно это интересно и как это четко дает понимание мне как покупателю что и как следующий кадр это насчет того как их правильно разложили следующий кадр опять вид из дома причем опять же непонятно с какой точке это из квартиры или это просто сфотографировали придомовую территорию причем самое главное здесь что бросается в глаза то что есть мусорный контейнер это охрененно который даже не поместился в предназначенную для него зону с заваленным бетонным забором но зато в цвет черт возьми балкона и опять же лето лето на дворе ну дальше в просторной квартире мы наблюдаем мебель мебель новая скорее всего он еще в целлофане либо просто большую приборку делали также в кадре мы видим какой-то кусок заваленной двери заваленная кухня горизонт не выставлен но слава богу нету мисок тарелок это уже радует эта комната какая из трех непонятно сфотографированы из какой точки не ясно ее объемов не чувствуется фотография размытая мебель такое ощущение либо стены кривые либо мебель криво поставлены либо это планировка такая но планировка если здесь приглядеться да может быть где-то вот здесь это комнаты не знаю не могу понять огонь огонь фото просто черт возьми огонь мало того что соотношение сторон не 4 к 3 не 3 к 2 а это вертикальный снимок он еще он был пьян когда фотографировал или у него руки не держат его дешманский или дешманский телефон непонятно но судя по качеству фотографии то очень хреновый телефон это очень кривые руки у фотографа я не знаю кто либо сам собственник что недопустимо если он обратился в компанию делал эти фотографии либо это агент который работает и продает у него завершено 177 объявлений еще один уникальнейший кадр почти заправленная постель в ракурс опять он упал наверно ушел из предыдущего помещения и просто тупо грохнулся отсюда решил сфотографировать лучше что есть в этой квартире какой-то заваленный угол стены непонятно какая-то койка плохо заправленная и кусок ковра огонь ну дальше конечно же конечно же важно ну естественно что что мы спальня важно нам посмотреть на коридор на коридор на входную дверь видать после того как ты поспишь в этой спальне надо просто драть просто драть лапа оттуда из этой квартиры поэтому наверно коридор и основной следующим кадром у нас обозначен наибольшие в наше время очень важный наверное очень влияющий на обоснованность цены и преимущество этой квартиры мусоропровод черт возьми у нас есть мусоропровод и он наверное работает подъезде кстати курят сразу видно да вот здесь баночка стоит пепельница окно открыто дым идет квартиру не идет но на предыдущей фотографии вроде как дверь неплохая дым может быть не доходит до сюда но опять же даже здесь но можно было бы хотя бы хотя бы просто держать руки прямо боже мой такое ощущение подгрузка шла с телефона и это какого-то личного характера фотография просто мы здесь жарим шашлыки и видим как классно садится солнце но каким боком это относится квартире каким может быть это рядом с домом но я не понимаю у меня закрадывается ощущение что человек тупо загрузил какую-то свою личную шашлычную фотографию вот здесь очень похоже очень похоже на вид из окна но опять же фиг его знает это мои только могут быть предположения дальше опять вид из окна но здесь хотя бы фотография почти ровная дома почти не завалена небо даже как как будто художественные какой-то был замысел голубое небо блока классная зеленая территория но почему-то я вот не могу социации ассоциацию провести с фотографиями предыдущими которые здесь были вот особенно вот это как это относится как они синхронизируются непонятно ну и детская площадка конечно очень важный в объявлении я думаю обязательно было отмечено что есть уникальные хорошие детские площадки давайте же посмотрим описание 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 трата 4 собственника кадастровая стоимость все класс все замечательно можно посмотреть онлайн просто я бы очень тоже хотел посмотреть наверно следующих видео я еще буду делать звонки по данным квартирам и просто хочу послушать а что там говорят но по карте суде всему фотографию шашлычная была сделана здесь да очень похоже но мне придется вернуться чтоб увидеть что это так то есть вот это у нас вот здесь где-то наверное но что же написал продавец что же он гениального вложил в текстовку и насколько все то что мы не увидели на фотографиях может быть отражено в описании продам просторную светлую трехкомнатную квартиру где была эта просторность где ее можно увидеть ни на плане ни на фотографиях только верить на слово этой прекрасной леди с двумя балконами но можно же было черт возьми сфотографировать гардероб где он почему его нет на фотографиях но будем верить что не настолько поганый что даже их фотографировать не стоило но они есть два балкона гардероб большая прихожая которая естественно завалена чем-то там непонятно и тоже не попал на фото снимки окна стеклопакт стеклопакт окна стеклопакт что это такое нет знаю но это какая-то уникальная технология наверное что что-то дает наверное супер шумоизоляция это я не знаю поглощение ультрафиолета это ее прям даже боюсь представить что же здесь за стеклопакт кухня и гостиной два окна в гостиной верим на слово выходят во двор и верим на слово но шикарный отлично отлично я прям ждал ждал там отразят ли эту шикарную детскую площадку шикардосная детская площадка окей мы видим совпадение фото и текста окей футбольное поле окей видели турник с качелями тоже если приглядеться есть и закон двух спален двух спален уже две спальни два балкона вообще гениально но в третьей комнатной квартире это хорошо виден дудерговский его видно его видно то есть у нас тут окна выходят на дудерговский канал все так включаем свои синхронизаторы в голове геолокацию и прям представляем эту картинку где летом загорают и купаются особенно для любителя понаблюдать за загорающимися и купающимися это важно или то что там дым от шашлыков машлыков будет идти в окна и ты будешь наслаждаться этими запахами почему это не отразили ловят рыбу едят купаются загорают едят шашлыки ты все это видишь из своего окна огонь причем вот для чего стеклопакет стеклопакт нужен чтобы если что закрыть но слышать не видеть и наслаждаться тишиной и спокойствием шаговой доступности приморский парк с каруселями южно приморский парк с каруселями если ты их не насмотрелся как играют дети на классные замечательной площадке может сходить в парк с каруселями ремонт в основном в основном от застройщика что-то в основном сделано от застройщика что-то наверное человек сделал сам но судя по порядку я бы не хотел увидеть его творчество ну и самое главное чистая парадная квартира не чистая но парадная чисто есть мусоропровод вся грязь улетает туда ну и ко всему прочему но у нас не все так просто такая шикарная квартира с таким прекрасным обязанием с таким красивым портфолио фото еще из детьми ну мы видели четыре собственника дети разрешение органов опеки требуется не требуется насколько будут готова встречная покупка подобрана не потом они ни хрена мы с вами не видим но носим продавец в общем-то и закончился великое прекрасное описание спросить у продавца еще продаете не знаю не хочу спрошу торт по месте не хочу даже спрошу когда можно посмотреть да черт возьми мне страшно смотреть ой как приятно видеть во всем этом тот объект который вызывает у меня удовлетворение это наш объект это вот она она прям жемчужина жемчужина рядом с балтийской жемчужины квартира можно было бы посмотреть следующий но я думаю это бесконечные процессы по каждому объекту я буду смотреть 23 конкурирующих объявлений для того чтобы понимать насколько мы либо плохо либо хорошо делаем и надеюсь я встречу и надеюсь когда-нибудь у всех будут объявления которые будут полностью отражать состояние квартиры которые будут описаны настолько хорошо что прочитав ты понимаешь что это за объект почему у тебя надо посмотреть и почему тебе его надо купить пока эта картина к сожалению увы ях не наблюдается и только редки и я надеюсь мы самих увидим объявления соответствуют тому что я сказал выше на всем заканчиваю обзор объявлений на вид которые сделаны неправильно которые не вызывают желание покупать до новых встреч до новых рассмотрений объявлений под пристальным взглядом вредного риэлтора я чмеленко владимир генеральный директор агентство недвижимости столицы квартир буду шерстить авито и буду каждое объявление оценивать с точки зрения насколько она качественно и насколько она вообще имеет место быть в продаже и вообще насколько плохо или хорошо люди подходят к этому важному процессу конечно же все данные которые дают нам понимание что это за компания или частные лица разместили объявления я немножечко скрою наверное это некрасиво и плюс я потом добавлю еще звонок звонок позвонить а что же скажет мне кажется там тоже огонь если вы хотите услышать запись звонков если вы хотите такие же видео в дальнейшем пишите в коментах пишите ваши предложения все внизу и я буду рад быть полезен в этом направлении пока пока хорошего дня